А ты иди, смази, сердцем огромным, распусти этот мир, и он проснется влюбленный. Вот так зажигательно, ярко и динамично анапская молодежь отмечает свой главный праздник, а заодно и день борьбы с наркоманией. В числе почетных гостей городская администрация и представители силовых ведомств. Десять лет назад вот таких праздников не было. Не было столько молодежи, которая волновала данная проблема. А сегодня мы пришли к этому, что видим такой прекрасный праздник, и в следующем году он будет еще больше, еще лучше. Открыли программу праздничных мероприятий, спортивные состязания, готов к труду и обороне. Все желающие смогли сдать нормы в прыжках, в длину, отжиманиях и других спортивных дисциплинах. Алие Амзаевой всего 11 лет, но сегодня ее звездный час. Она подтянулась 9 раз, выполнив норматив взрослого человека. У меня хорошая подготовка. Я просто ходила на спортивную гимнастику. У меня первый взрослый разряд. Еще хочу пойти на танцы, на татарские. Я спортивный человек. Экстрим-площадка в нашем городе стала неотъемлемой частью жизни молодежи. Здесь регулярно проходят фестивали и соревнования неформального творчества, где каждый участник может показать свои способности в разных направлениях экстремальных видов спорта. Михаил Князев приехал на отдых из Красноярска. Сегодня вместе с местными ребятами принимает участие в соревнованиях по БМХ. Спортивный объект очень крутой. Я давно хотел побывать в этом месте, видел на видео. Впечатления тоже хорошие. Все дружные, все друг другу помогают. Это круто. А в сквере Гудовича развернулись интерактивные площадки. Для самых младших работал уголок художественного творчества, аквагрим и настольные интеллектуальные игры. Ребят постарше, специалисты Центра медицинской профилактики, приглашали в палатку здоровья, чтобы пройти специальный тест и проверить возможности своих легких. Все желающие читали стихи на площадке «Свободный микрофон» и участвовали в различных мастер-классах. Каждому нашлось занятие по душе. Впрочем, скучать анапским школьникам не придется. И на протяжении всего лета для этого управления по делам молодежи подготовлена целая программа. Во-первых, это работа в дворовых площадках, площадках по месту жительства. Они у нас работают в дворовых массивах, в спальных микрорайонах. Следующее – это наши походы, это наши тур-мероприятия. Очень важно, что ребята смогут уйти куда-то за город. Все маршруты абсолютно безопасные. Их вводит профессиональный инструктор. Также они могут себе позволить выйти в многодневные маршруты. Это является очень важным и ребята очень нравятся. Реализуется программа «Велобум». То есть детки, которые не умеют кататься на велосипедах, не знают азов. Тур подготовки. Мы для них специально организовываем программу. На скейт-парке они смогут прийти, обучиться азам. И потом, опять же, в сопровождении инструктора поехать закрепить эти азды. Впереди у ребят еще два месяца летних каникул. Кто-то найдет себя в спорте, а кто-то откроет новые хобби и увлечения. Ведь в Анапе созданы все условия для реализации себя в любых направлениях.